Простите, извините. Простите, пожалуйста. Извините. Ну, наконец-то! Вы что, не могли заранее предупредить? Я даже не успел переодеться. Еле поспел. Милый мой, я сам только час назад узнал, что мы едем. А что случилось? Что за пожар? Ты ничего не знаешь? Ой, хитришь, Леня. Тебе что, неизвестна цель нашей командировки? Нет. Позвонили в диспетчерскую. Срочно на вокзал. Вагон десятый. Билеты у Малисова. Кто позвонил? Всехлетворяющего Егорова. Я спросил, она сказала. Распоряжение Егорова. Малисов все знает. Ты же все-таки главный диспетчер СМУ, Леня. Неужели ты даже не слышал, что в нашем управлении произошло ЧП? Какое ЧП? Тебе известно, что сегодня приезжала комиссия облсполкома, приниматель бы завод? Ну? А результат какой, знаешь? Неужели не поинтересовался? Да мне некогда было. Сегодня сумасшедший день. Цемент не грузят. Два крана сломались. Ночью прошел дождь. Дороги размыло. Договорились, что совхозы подъездные пути будут сами делать. Не делают. Как белка в колесе с 6 утра. Ну а что хлебозавод? Не приняли, Ленечка, хлебозавод. Комиссия акт не подписала. Как не подписала? Почему? Недоделки. Какие недоделки? Печь уже работает. Хлеб уже пекли. Хлеб это еще не все. Готовки не готовы. Мочной склад не достроен. Водопровод проведен по временной схеме. Благоустройства нет. 73 недоделки насчитали. Они что, охренели? Мы сдавали объекты в гораздо худшем состоянии. Мы сдавали, потому что от нас принимали. А теперь вот не приняли. Кто занимался сдачей? Я занимался. Ты сопровождал комиссию? Я сопровождал. Значит, плохо сопровождал. Да уж как мог. Наверное, плохо. Поэтому Егоров тебя и послал. Не понял. А чего тут понимать? Я не справился, Егоров подключил тебя. Велел тебе передать. Кровь из носа на акт должен быть подписан. Нет, вы послушайте. Ну, при чем здесь я? Когда делят квартиры, про Леню забывают. Когда давали премии, Лене, как собачонки, кинули четвертак. А когда цементом не стало, тут сразу Леня, милый, хороший наш, поезжай выбей. Одна надежда на тебя. А теперь, Ленечка, акт подпиши. Я не буду этим заниматься. Ты начальник производственного отдела. Сам поезжай в область полкома унижаться. А я сейчас сойду. Мне надоело. Не ори, они за стенкой. Все слышно. Кто за стенкой? Члены комиссии. Чего? Какие члены комиссии? Те самые, которые акт не подписали. Здесь? Так точно. Они возвращаются домой. Нам специально взяли билеты в один вагон, чтобы тебе было удобно работать с товарищами. Имея в виду, акт должен быть обязательно подписан в поезде, пока мы едем. А иначе они завтра утром доложат руководству, что хлебозавод не принят. Тогда уж из них подписи не выбить. Понял задачу? Понял задачу, я спрашиваю. Уж куда понятнее. Так, сколько их человек? Трое. Трое. Один мужик и дамочка так-сяк. А председатель комиссии очень неприятный тип. Может, слышал такой Девятов Юрий Николаевич. Я когда утром увидел его на перроне, сразу понял, все, акта не будет. Мы два года назад, еще до Егорова пригрыжили ке. Сдавали ему молочную ферму в одном совхозе. Все было сделано за исключением благоустройства. Не подписал. Грижилюк ему говорит, подписывай под нашу ответственность. И этот принципиал не подписал. Все квартальные показатели, премии, все полетел. Между прочим, ты уселся на шляпку своей супруги. Какой супруги? Это что такое? Беретка. А почему она здесь? Потому что Алла Ивановна едет с нами. А почему она едет с нами? Узнала, что мы едем и тоже напросилась. Ты уж извини, я, как непосредственный начальник, выписал командировку. Вот ее сумка, вот плащ. Но зачем?